Мой путь сегодня лежит в Отсадаут, в одном из главнейших зданий Хубаровски, Краеведческий музей имени Градекова. Фотографии это наши модно одетые хабаровчане, мебель тоже с той эпохи, то есть мы здесь говорим про красоту. В родине солнечного света, в путь киоскопе стоящих, в путь киоскопе стоящих, в путь киоскопе журналах. Мы находимся на площадке подпущенной эпохи Модерн. Именно в период Модерн, конец 19-го, начало 20-го века, брошь считалась самым аристократичным аксессуаром. Да, мы носили брошки, вот по пьяновой пучке стойки, прикалывали поближе к сердцу, украшенные. Вот эта брошь, в отличие от той, которая на мне, является сентиментальным украшением. Сейчас я ее раскрою, вы видите почему. Видно вам здесь стеклышко, стеклышко. Вот в это стеклышко, под стеклышко, у каждой есть свое значение, то есть это говорящий брошь. Мы сейчас зачастую прикалываем и не задумываемся, что она означает, да? Ну, то есть, ну, вот мне нравится, я надену эту бабочку. Как там, как там, как там, да. Когда каждый человек вкладывает в какое-то свое значение, вот ваше значение, что для вас красота? Работайте. Что для вас красота? Что красота? Настроение. Еще что? Улыбка ребенка, это, у ребенка, это красота? Заказ. В летущей сетчени года только одно платье. Платье было, по честности, их было семь, но они были одинаковые. Они были сделаны из органического хлопка и целый год она ходила в одном платье, только создавая образ при помощи аксессара. Это 2009 год, ну, как бы здесь не очень, скажем так, актуальная, ну, как бы, игра в сарме, но факт в чем? Но у каждой из нас есть какое-нибудь платье одно, одно, а если нет, то надо приобрести, которое при помощи аксессуаров можно уводить в разную стилистику, да, можно уводить в разную направленность, скажем так. И одно и то же платье, особенно если оно не имеет каких-то таких стилистических особенностей, можно выгуливать и, например, на день рождения к подруге в ресторан, пойти, например, там, по магазинам пройтись, кафе с подружкой сходить, да, то есть одно и то же платье при помощи аксессуаров мы можем обыгрывать. Я была на радио, когда мы записывали, вот, с Анастасией была передача на радио «Восток». Да, а с чем я буду обыгрывать? А с чем мы носим украшения? Да с чем мы будем обыгрывать? Я, во-первых, рада всех вас видеть, и, конечно же, я очень рада, когда есть новые люди, которые вот впервые приходят вот так сюда, узнают о том, что, в общем, есть, есть такое место. У нас, кстати, вот нас окрестили рай для девочек, вот, честное слово. Вы придете, увидите, несмотря на то, что это всего лишь две комнатки таких, ну, вот нас так называют. Никто не слышал? Нет, конечно. Это стиль, я в слово добавила, современные стили в одежде. И, как правило, если вы откроете интернет, ну, допустим, там дают 12, там, 10, 30, ну, здесь больше, кстати, я написала. Значит, сейчас, если мы говорим про головные уборы, не модно, не носим. И переходим на вторую. Кто так умеет? Наверняка уже. Так, есть. Есть опытные. То есть мы должны сделать такую розочку. Розочку сделали, расправили, накинули сюда. И в зависимости от того, какую вы хотите розочку, большую или маленькую, оставили вот этот вот кончик. Здесь накинули, вам нужно просто узел завязать. Вы завязываете узел. Я вот так вот себе в зеркало посмотрю. Лучше это делать, естественно, перед зеркалом. Красота. Вы вот сюда вытаскиваете, чик, и все. О, я вижу, я вижу взгляд вот этот восхищенный. Потому что, когда я это увидела на выставке, понимаете, мы стояли, открыв рты. Она это делает виртуозно, что она обозначает. Мне тоже очень нравится. Смотрите, как они делают это все на каучуке, да, как это удобно. Это каскад, такое украшение каскад. Это, конечно, нет, это меньше. Да нет, ну это все метр. Жирафы. Я не могла отказаться. Потому что под настроением я иногда вот это вот прямо... Это то-то лук, правильно? Коралловый цвет, да, правильно? А тут фруксия. Колорбок. Коралбок. Сказочку, что мы можем сюда добавить. Если вы любите какие-то вот такие вот вещи, персонаж, почему бы и нет? Да, Кирилл? Ну и давайте за мной красиво ухаживаем. Ах, какие барышни. В году я смотрела на этих дизайнерках и говорю, что, правда, опять норку носит. Вот в таком виде. Да, люблю я эту. Шапка, во-первых, когда она вяжется, она, как правило, ну уже как-то мотыль, чтобы где-то по бровке вообще. Вот так. Я говорю, ну, закройте чубчик. У нас просто многие, ребята, открывают. Это очень круто. Это чепчик будет. Это капор называется. Это чепчик, вы понимаете? Вот где-то вот можно расстегнуть. И я вам сейчас покажу. А можно слайд? Да, смотрите. Вот. Сейчас я вам покажу. Вот это чепчик, вот это чепчик. Это мода 22, 22, я бы не нашла помарить. В инстаграм то же самое набирайте, и мы в телеграм. Армадия Лхас. В телеграм сохраняются все сторис из инстаграма. Там можно все это провистать, посмотреть, написать. Потому что нельзя, потому что нельзя, потому что нельзя на свете красивей. Субтитры создавал DimaTorzok